Здравствуйте! Сегодня мы хотели поговорить о запахах, о традиции воскурения, о благовониях в культурах разных народов, в личном опыте. И у меня в гостях священник Тигриха Читрян и Андрей Олейников, парфюмер, основатель фирмы «Парфюмерный Миропол» по созданию индивидуальных парфюмов. Андрюша, когда ты стал осознавать то, что запахи присутствуют в твоей жизни? Помню прекрасно, что моя бабушка, она очень любила цветы и всегда делала акцент на том обстоятельстве, что запах, как ничто другое, способствует ассоциациям. Она очень любила в числе прочего бархатцы. И всякий раз, когда мы проходили мимо какой-нибудь клумбы, где они росли, она непременно срывала листочек, нюхала и говорила, вот я сейчас себя ощущаю в детстве в нашем имении Ильинка. Вот это, пожалуй, первое впечатление моего раннего детства. Ну, то есть, тут уже достаточно смысла вложено в это. То есть, она... В этот сигнал. То есть, через эстетическое такое... Ну, я не знаю. Дело в том, что тут ведь, ну как, мы принадлежим к словесной культуре. Нам обязательно все нужно словами выразить. А между тем, это вещи, которые словами невыразимы. Кстати говоря, запахи тоже бессмысленны выражать словами. Чем больше мы будем пытаться их выразить словами, тем меньше они будут на нас действовать. Потому что вторая сигнальная система будет ему препятствовать. Отец Тигрик, когда вы первый раз в своей жизни осознали то, что есть запахи, что они как-то воздействуют на вас каким-то особенным образом? Скажем так, с детства я был неравнодушен к запахам. Ну, я помню, поскольку рос за Кавкази, в Армении, помню, как приходил в храм. И впечатление восприятия от каждения, которое совершалось в храме, в армянском, создавало вот эту неповторимую атмосферу включенности во то, что там происходит. Я чувствовал, что это на самом деле, без вот этого самого каждения, картина будет неполной. И вот этот вот потрясающий аромат, аромат ладна, которым пользуется в армянской церкви, он, в общем-то, меня очень-очень удивил, я бы даже сказал, покорил. Я не занимался специально восточными традициями. Вот наша православная культура запаха меня заинтересовала. У меня сложилось твердое убеждение, что церковное богослужение, вот это целостное богопоклонение, почитание, оно невозможно без этой сферы. Жизнь человека, как и сам человек, состоит из различных вот этих составляющих, и в том числе составляющие чувственной сферы. То есть, вы должны понимать, что человек очень многие вещи воспринимает через запахи. Например, когда диакон или батюшка проходит по церкви, совершают каждый день, на вечерний, на утренний, во время Херувимской или Честнейшей, то вот это ощущение, да, люди кланяются, вот это благухание, оно ведь действительно, в силу своей многосимволичности и в силу такого особого восприятия, создает вот эту самую атмосферу. Ну, вспомним вот сам факт крещения Руси. Князь Владимир посылает послов, и вот эта удивительная техника воскурения в том самом Софии, в древнем храме, да, Святой Софии, в Кофедеральном соборе Константинополя, не сыграла ни последнюю роль в восприятии того, что случилось с послами. Да, они сказали, по сути, словами молитвы. Мы не знаем, где мы были, на небе или на земле. Вот это же самое состояние испытывает человек, если он действительно глубоко погружен в молитву, и вот эта чувственная сфера, сфера аромата, она помогает ему. Ну, так же, наверное, может быть, как в других религиозных культурах, я не знаю, не пробовал этот опыт, тоже, наверное, помогает человеку входить в какие-то особые состояния, которые, по сути, являются целью данной религиозной практики. Вот по моему наблюдению, запах, он окрашивает воздух, который мы вдыхаем. И мы, как рыба, который не осознает воду, находясь в этой водной среде, не осознает ее. И мы, как бы вдыхая-выдыхая воздух, часто его не осознаем. И вот когда вдруг этот воздух окрашивается каким-то чудесным ароматом, мы вдруг начинаем осознавать наше дыхание, как мы вдыхаем, как мы выдыхаем. И это делает человека более и приближает его к каким-то глубинным механизмам его бытия. И чем запах тоньше, чем он приятнее, тем охотнее это наблюдение происходит. Потому что, если запах неприятный, мы, наоборот, хотим уйти из того места. Додистанцироваться, по сути, да. Но для меня важны следующие аспекты. Например, использование церковных благовоний, масел мира, другие масла, которые мы используем при помазании, предкрещении, потом во время соборной и так далее, во время елеосвящения, во время праздничных богослужений на вечерней службе. Человек, входя, включаясь в церковную храмовую жизнь, в общем-то, нераздельно воспринимает всю эту реальность, включая тот запах, который, будем говорить, здесь используется. Тот аромат, то благовоние. И в конечном итоге, ведь мы знаем, что сложились традиции. Например, мы не можем в церкви использовать какие-то там тибетские палочки для воскурения. Однозначно, потому что они, тот шлейф, та композиция, которая в конечном итоге нами воспринимается, осознается, ощущается, она, ну, скажем так, уже не подходит прямо, скажем, к той вере, может быть, даже к тем догматам, которые мы исповедуем. Я даже так скажу. Поскольку, знаете, мы, например, в православной традиции исходим из того, что поклонение Богу совершается единым нашим существом и всецело. То есть, я не могу кланяться умом, а чувствами быть где-то там. Да, то есть, я всецело кланяюсь Богу, и для меня это не хобби, а вот образ моей жизни. То, соответственно, вот в этом целостном образе моего поклонения этот самый запах, вот это каждение, когда я, как священник, иду по храму, да, и бездяко настройка, совершаю каждение, я кажу, и, по сути, если символически, я воздаю честь образу Божию в людях. Это с точки богословской. Очень важно, очень важно понять, что для человека вот этот аромат, существуя в определенной среде, неразрывно связан с этой самой традицией. И представить, например, вот сегодня богослужение без этого каждого дня, я, например, просто-напросто не могу. Например, вечернее богослужение, всеночное бдение. Священник дает возглас, да, слава святей, насущной, животворяющей Троицы. И начинается с каждого дня. Вот это начало каждого дня храма символа Божию, которая наполнила мир, когда мир был сотворен. И священник, обходя храму, совершает каждого дня, храм наполняется благоуханием, и даже этим дымом от Ладана, и мы понимаем, что вот она, вот он символ славы. И потом священник зашел в алтарь, двери закрылись, царские врата. Слава закончила, все. То есть вот мы стоим, как Адам, плача у двери рая, каемся, просим прощения. И по сути, символическая история повторяется, мы включаем вот этот самый процесс, когда, как наследники, с одной стороны, Адама, с другой стороны, как наследники Христу, то есть вот мы испытываем разные свои состояния. То есть мы, и как те, кто был с Адамом, и кто согрешил, кто пал, кто стоит у дверей, все, запах ушел, священник зашел в алтарь, больше ничего нет. Потом опять священник выходит на хождение, Господи, во звах. И вот одновременно мы, и как те, кто, наследник Адама, и как те, кого Господь уже спас от смерти и ада, и всего прочего, испытываем вот это состояние блаженства. То есть вот в этом смысле запах играет просто колоссальную роль. И его значение нельзя переоценить. Отец Тигре, а я хотел спросить вас. Вот теперь часто я стал видеть в храмах живые цветы, ароматные цветы и лилии, и розы стали появляться. Это очень старая традиция, ведь, в принципе, само понятие красоты, а хороший запах, он ассоциируется с понятием красоты. Красивые цветы, вот эта украшенность, обрамленность, тоже красота. Красота – это одно из имен Божьих. И, по сути, говоря о хорошем, приятном запахе, мы, по сути, говорим о выражении Бога в этом, в этом аспекте. То есть, с точки зрения психофизиологии, сказанное подтверждается всецело, потому что восприятие запаха апеллирует к наиболее глубинным сферам психики, к базовым. Собственно говоря, коммуникация между биологическими объектами, наиболее древняя коммуникация – это коммуникация химическая. Сигналы химические, собственно говоря, это сигналы, которые в значительной степени воспринимаются обонянием. Главное, что это воздействие на глубинные сферы сознания. Ассоциативные процессы реализуются в значительной степени там. Это вот то, что может сказать здесь физиология. И то, что связано с памятью тоже, с глубинной памятью. Можно сказать, что те или иные запахи, просто для меня это очень интересно, реально улучшают кратковременную память, то есть способствуют улучшению работы памяти. Конечно. Можно привести такое базовое соображение относительно того, что благоухание, как правило, способствует понижению давления. А дурные запахи, наоборот, увеличивают содержание адреналина в крайне. И вот почему иногда запах ладона успокаивает человека и может вызвать в нем некую даже сонливость, и такую успокоенность нервов, и человек это как сонливость воспринимает. В советские времена в Киеве занимались фитонцидами активно, как запахи действуют там на авиадиспетчеров и так далее. Запах смол, в частности пихтовой смолы, вызывал расширение поля зрения на 20% с каждой стороны. То есть меняется даже его восприятие мира. Вот как запах может действовать в ладон. В связи с этим я бы хотел сказать о том, что не случайно каждению в церкви именно в плане воздействия на присутствие темных сил тоже придается большое значение. Как бы да, сам по себе ладон, но сам по себе запах. Он как бы, можно сказать, нейтральный, с другой стороны, он ненейтральный, потому что соединяемый с молитвой, он становится определенным инструментом воздействия на среду, в которой, ну, будем говорить, могут находить все или иные, там сказать, существа, да, со знаком минус. Самое известное выражение, бес от ладона, да, оно все-таки имеет под собой достаточно серьезные основания. Предположим, что есть демон, да, и он есть. На него ладон сам по себе не является, потому что он, ну, как бы, к этому запаху надушен. Но вот само состояние человека, вот это, как я уже сказал, целостное богопоклонение, оно помогает в этот момент противостояния злым силам, настолько сосредоточиться, настолько, может быть, и вдохновиться, и настолько исполнится духом молитв, что эта молитва становится, я бы сказал, более действенной, чем, может быть, без использования того же самого ладона. То есть это очень серьезный момент. А я вот хотел вас спросить, насколько я знаю, воскурение и вот фимиам становятся фимиамом после того, как над кадилом читают молитву. Безусловно. Потому что вот просто взять ладон... Я бы хотел эту молитву прочитать. «Кадилы тебе приносим, Христе Божий, воню благоухания духовного». И мы обращаемся к Богу, чтобы он не спасал нам благодать Всесвятаго Духа, чтобы благодать Всесвятаго Духа благословил вот это наше действие. Потому что, по сути, богослужение – это есть сотворчество Богу, да? Содействие. Диакон говорит, время сотворим Господу перед началом литургии. Соответственно, все, что мы начинаем делать, это, по сути, есть, ну, проститесь, может быть, за богословскую некорректность, это некая помощь Богу. Мы помогаем Богу входить в этот мир. Как говорил митрополит Антоний Сружевский. Вот своими рехами мы очень часто мешаем Богу действовать в этом мире. Понимаете, что он совершенно всемогущий. Но, с другой стороны, если мы будем более открыты, а эта открытость именно вот в нашей психологической сфере, она обеспечивается, по сути, в том числе и тем настроением, которое создаёт этот самый аромат. Наша открытость к Богу, наша искренность, наша вот эта вот готовность, молитвенность, настрой – это всё достигается благодаря, в том числе, и использованию вот этих церковных наших благолуханий. Каждый день чем-то коррелируется или прикликается, идёт в параллели с поставлением свечи, потому что это опять-таки жертва. Каждый день жертва, поставление свечи, молитва – это всё есть жертва. Жертва должна быть приятна Богу. Как в Ветхом Завете Господь? Говорит, жертвой всесожжений ваших я не восхотел, это кровь, всё мне уже не нужно. Принесите мне сердце. Но если мы же приносим сердцу, и сама жертва должна быть чистая, мы не должны приносить вот этот вот парафин и нефть, понимаете, который, к сожалению, вот в силу экономической ситуации в церкви, я должен об этом рассказать, и оно происходит. Вспомнилась мне интересный разговор, я беседовал с господином Металем, это один из поставщиков хорошего масла эфирного вот в Индии, который поставляет и крупным французским фермам, парфюмерным. Я спросил кто-то его, а чем вот отличается искусственное масло от настоящего? Он ответил, ну, настоящее масло Бог сделал, а искусственный человек. Я думаю, это шедевральный и самый лаконичный, самый точный. Больше этого просто говорить нечего. Я бы хотел, знаете, поговорить о другой крайности. Дело в том, что, к сожалению, запахи оказывают и крайне негативное воздействие на человека, на его чувственную сферу. То есть, когда запах в определенной жизненной ситуации оказывался той самой доминантой психологической, который воскрешал в сознании и катализировал эти самые состояния, понимаете, и человек вот... Понятно, что, может быть, не сам запах виноват, я сам себя поправлю, но... Те ассоциации? Ну, скорее всего, да. Хотя, 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 вот, не знаю, приходилось воспринимать на обаяние вот какие-то композиции, которые мне почему-то казались, ну, не то, что демоническими, я не хочу там, так сказать, вот одиозно представлять, но довольно-таки... Вот если так вот в противоположность тому, что я знаю, вот в церкви, да, церковный аромат успокаивающим, умиротворяющим, облагораживающим, как-то вот прямо-прямо наоборот. То есть, какой-то... Ну, очевидно, запах может и так, и так работать. Наверное, да. Ну, я, например, не поверю в то, что церковный запах, запах ладана, может работать на демонизацию, на какую-то экспансию чувств, на какую-то вот такую, так сказать, радикализацию человеческого состояния. Ну, не знаю, мне так кажется, что все-таки у меня был человек, который зашел в возбужденном состоянии в храм и сказал, ой, я ее стал еще более возбужденным. Мне так подстегнуло. Ну, пока меня таких не встречал случаев. А вот, Андрюш, как ты думаешь, вот ведь происхождение ароматов, оно разное в природе. То есть, есть, например, ароматы, ну, которые можно называть сексуальными. То есть, аромат цветка, который привлекает... Скажем так, не сексуальными, а аттрактивными. Аттрактивными, да, есть аттрактанты. А есть, например, запахи, которые наоборот отталкивают. Репелленты, ну, конечно. То есть, кедровое масло, там, сандалы. Это зависит от контекста. Это относительные вещи. Помните, когда я вам привез свое масло, вот этот рожок бахренский, и, кажется, вы или Лена Попробову сказали, там вот это вот сочетание уда, сандала, мира, двоякого дерева. Такой дистанцирующий, одновременно приятный аромат, да, но одновременно очень дистанцирующий человек. То есть, опять-таки, в зависимости, наверное, от направленности, от восприятия, то есть, надо действительно, наверное, отталкиваться от контекста. Мне, кстати, интересно, что, немножечко возвращаясь на шаг назад, что ведь наибольшую ценность представляют смолы, которые вытекают сами из дерева. Самоточные, добытые без участия человека, без поранения дерева. То есть, дерево как бы от избытка жизненных сил дает человеку вот эти вот... Естественный продукт. Естественный продукт. И человек уже, как бы сказать, становится посредником между всем тварным миром и Богом, воскуряя этот аромат. Совершенно очень точное замечание, очень такое удачное. Да. Как бы представляет тварный мир природу. По сути, ведь человек, созданный на земле, как первосвященник, по замыслу, должен был все творение, преодолев все вот эти вот немаленькие разделения, должен был соединить воедино, привести к престолу, привести к престолу Божию. По сути, это оно и совершается в самом каждом день. Когда вот именно те самые природные, естественные, добыты ненасильственным путем, вот эти компоненты, неблаговоние мы приносим Богу. Самое интересное, что мы приносим их одновременно и Богу, и человеку. Мы кодим как бы человека, кодим иконы. Иконы – это образ того святого, в человеке есть образ Божий. Через образ мы воздаем честь первого образа. А вот у меня есть такая тут… Коцея, да? Да, Коцея такая, которая вот дома. Насколько вот вы считаете это рекомендовано, и человеку пользоваться подобной курильницей во время его молитвы какой-то домашней? Я очень положительно отношусь к использованию вот этих вот коцеп. Игнатий Бринчинов говорил о том, что прежде чем встать на молитву, покади в сердце своим фемиамом страха Божия. И он же, если не ошибаюсь, в другом месте говорит о том, что надо и внешне создать вот эту самую обстановку. Ведь мы неразрывно есть духовно-телесное существо, да? Психофизиологические, психофизическое, психофизиологическое неисто. Одно без другого не существует. Для того, чтобы эта молитва действительно была сосредоточенной, точно направленной и неразбавляемой вот всякими там мыслями, да, отвлечением, я думаю, что надо вот кроме вот этого внутреннего, конечно, и внешнего. Потому что я, например, по своему поту знаю, когда, извините, там от каких-то бытовых житейских дел и быстро становишься на молитву вечером или утром, эта молитва таки остается молитвой пустой. То есть она не наполнена тем самым вниманием к Богу. А когда готовишься, я там почитал Евангелие, просто посидел, вот покадил, пошелся по квартире, там по комнате. А вся квартира обходится во время кождения или помещения? Ну, специальной традиции как таковой нет. Но я знаю ситуацию, когда, допустим, было ощущение присутствия от каких-то нехороших сил, и человек вот несколько раз молитвой проходил. И у меня такое было дома. А молитва какая? Символ веры? Ну, если гонять демонов, то я, так сказать, бешуток, я буду читать «Живи в помощи», «Да воскеснет Бог». Я беру в руки кацею, я дома не использую, кодельницу, а вот такую же кацею, как и все миряне. И также, значит, разжигаю уголек, полагаю, кусочек ладана, и сколько-то, прихожу и читаю «Живи в помощи», «Да воскеснет Бог». «Отче наш». То есть те молитвы, которые, с помощью которых я пытаюсь призвать Бога, я через призывание Его имени призвать Его присутствие вот в моем доме, в моем семейном очаге, чтобы вот эта нечисть, она ушла. Вот по поводу физиологического механизма воздействия запаха я заметил такую интересную особенность, что когда человек входит в какое-то помещение, он бессознательно принюхивается. Вот особенно, когда в незнакомых. Или же, например, когда... Наверное, тогда, когда запах еще и... Если принюхивается, то это уже сознательно. Нет, бессознательно принюхивается. Я считаю, что это переход бессознательного ощущения в осознанное восприятие. Кстати, школа Веденченко этим занималась в МГУ. Можно объяснить переход человека от низших, да, так сказать, одноклеточных до... Но объяснить с помощью биологии эволюции то, как Бог в душ вложил, невозможно. Именно поэтому до конца эта школа, она очень детально этим занималась, она не может объяснить, как это бессознательное ощущение переходит в осознанное восприятие. Вы знаете, был святитель Лука, воина Ясенецкий, он был ведь замечательным хирургом, и был даже премьирован Сталин, за гной, очерк гной на хирургии. Да. И была эта, не знаю, правда, нет, апокрифическая история о том, как Сталин его спросил, вы же делали операции, наверное, там, вскрывали, видели, когда мозг у человека вскрыт, или там грудная клетка, видели ли вы там душу? Я поправлю. Это не апокрифическая история, это реальная история, которая описывается в том варианте житья, который сейчас издан под руководством, под редакцией его внука, академика Лисичкина. И этот диалог имел место только не со Сталином, а одним из комиссаров, был публичный диспут. Он говорил, по-моему, так, воина Ясенецкому, днем вы оперируете, ночь вы молитесь, где же вы видели душу? Ему воина Ясенецкий ответил примерно так. Я, говорит, когда разрезал, душу не увидел, но, говорит, и совести я там тоже не увидел, но она у нас у всех есть. По поводу физиологии запахов, я первый раз столкнулся с буддистскими благовониями еще в советские времена, когда приехал какой-то человек из Улан-Удэ и привез два вида благовония. Одни были палочки, которые назывались ху-же, другой был зеленый такой порошок с названием санзе. И когда я был в Иволгинском дацане, я беседовал там с тибетским доктором, с Николаем Константиновичем Кратуевым, и он мне сказал, что благовония, в принципе, желательно делать из растений, которые доступны. И я понял тогда, что каждая традиция пытается найти там, в том месте, где она располагается, найти самое хорошее, самое идеальное, самое красивое, самое созвучное для данной религии. Для выражения, может быть, именно той самой традиции. И их традиции. Поэтому каждый человек, наверное, должен для себя искать... Все создано Богом, да. И, будем говорить, сформированные традиции, ну, в них мы находимся. Традиции, наверное, не нужно ломать, нарушать, пытаться их синкетизировать, или как-то симбиозировать, симбиозировать. Потому что все-таки то, что сложилось, является законченным. Ну, а традиции сами симбиозируются, то, что называется. Вот я вам приведу простой пример. Некому священнику был предложен ладан, настоящий, хороший ладан, как бы в противовес вот сейчас распространенному греческому, который пахнет, ну, парфюмерно так, в общем, неплохо он пахнет. Иногда мылом. Да, иногда он пахнет мылом. На что сказали? Нет, вот этот не надо вот чистый ладан, он как-то так невзрачно пахнет. Значит, привык человек. А вот уже, понимаете, 15 лет, я говорю, привык уже. Да, вот она. И паства привыкла. Да. И прихожане скажут, что это не то сегодня, как-то каждый день был не тем. Понимаете, ко всему привыкают, да? Ну, наверное, да. К искусственным ароматам. Ну, все так, как вы сказали, в силу того, что по экономическим соображениям мы вынуждены приспосабливаться или использовать какие-то, наверное, вот, так сказать, такие. Да, да. И многие люди, которые настоящего никогда не воспринимали, а привыкли уже к искусственному изначально, для них трудно, может быть, даже перейти на какое-то истинное. В этом есть некая психологическая такая. Ну, мне приходилось сталкиваться с весьма странным таким восприятием каких-то арабских масел. Я, когда бывал в Иерусалиме, брал в арабских кварталах. У арабов очень хорошие масла. И, например, некоторые люди просто вот после Герлена и, значит, Шанеля просто, так сказать, шарахались. Совершенно так категорически не воспринимали. Хотя это масла в категории абсолютно очень интересным сочетанием, очень богатый, интересный. Но для людей это что-то. У меня есть родственник, который работал в банке, занимал там высокую должность. И он большой любитель индийских традиционных парфюмов. И когда он попытался, значит, в очередной раз, приехав из Индии, умаститься каким-то удом или там каким-то сандалом, чем-то, что вызывало оторопи у окружающих, воспитанных вот как раз на хьюго-босс там и прочее. Вот. И тогда он нашел хитрый такой компромисс. Он брал это индийское и разбавлял его хьюго-боссом. И вот в таком, значит, сочетании это как-то люди могли вынести. Нет, ну, простите, на этом выросли целые парфюмерные дома на адаптации. Потому что если вы зайдете сегодня в артикле, то там вы увидите серию Аташгарали. Я очень люблю, так сказать, вот эти ароматы потрясающие. Вот, так сказать, альканза, там, нор и так далее. Вот приводить, кстати, освет по-арабски. А с другой стороны вы увидите серию Монталя. Это, как выразился один комментатор в интернете, шейх, одетый в европейский костюм. Немного знатоков. И не так уж и много, я знаю, людей, которые интересуются вот сферой ароматов. А эта сфера занимает достаточно, ну, серьезное пространство в нашей жизни. Это очень серьезный аспект наших отношений с внешним миром, с Богом. Использование церковных благовоний очень помогает в молитвенном настрое. Очень помогает сосредоточению на предмете молитвы. А это самое главное в православии, чтобы молитва была со вниманием. Чтобы она была искренней, чтобы она не растворялась в суете житейских проблем мира сего. И это очень важно. Еще раз спасибо. Спасибо вам огромное. И хочу пожелать нашим телезрителям всяческих благ. Ну, может быть, каких-то достижений или открытий в этой удивительной сфере ароматов. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...